так вот я немножко прикрою и вы посмотрите какие там скалы то есть наверно так даже хуже черт того знает но посмотрим посмотрим ребят ну и грубо говоря вот эта сторона это уже не мангуб кале вот эта сторона это тоже не мангуб кале а вот это вы видите конус 1 это один из четырех пальцев мангуб кале вот это его непосредственно тоже часть но здесь к сожалению если забираться наверно очень сложно я даже не знаю если в этом месте тропа или нет и так ребят непосредственно уже к озеру подходя давайте конечно же есть места где получше можно спуститься попроще а вот давайте попробуем посмотрим что к чему обратите внимание конечно на вот этот мусор который здесь лежит безусловно это отвратительно безусловно это абсолютно не культуре и без культуре на наших русских людей ну вообще туристов и всего того однако все-таки когда-то здесь были сделаны какие-то комфортные условия для рыбаков просто для отдыхающих вот ну и естественно уж извините но люди это люди свиньи в общем все в одном где-то так ну и все почему потому что хочу сказать потому что просто место отдыха на самом деле обычное место отдыха но не облагорожено действительно хорошо а даже если не не облагораживать его просто не сделаны элементарные какие-то места для справления нужды и все такое понимаете так в общем вот такая вот у нас да ну вот опять посмотрите кстати здесь можно посмотреть что уровень увидеть вернее что уровень непосредственно самой воды ниже стал это безусловно очень красиво конечно здесь есть рыбка есть раки наверное но извините вот в таком мусоре разве можно здесь что-то ловить что-то кушать повторюсь это не мангуб кале и это не мангуб кале мангуб кале вот за этим деревом и сейчас мы немножечко пройдем и посмотрим спасибо ну вот только что подошел товарищ кому интересно пожалуйста зовут на риман экскурсии по крыму ну в части могут подвести вас на на джипе на уазике ну и здесь же сразу то те виды которые можно увидеть наверху непосредственно мангуб кале из хикермен мангуб кале опять же другое место и я даже такого и не слышал чалтер мармара чем какие-то названия но непонятно и так ребят отложим визитку и подойдем непосредственно к карте мангуб кале теперь вы понимаете почему четыре пальца а вот почему раз два три четыре и теперь я понимаю что такое или нет ночью кто увидит что-то похожее там дары одну то есть это какие-то названия это что-то я не знаю чем был бурун ложишь ты мой дворец 1425 475 год то есть ребята это очень древние постройки там и действительно это очень интересно очень рекомендую вам конечно приехать вот это озеро кстати которое мы видели вот с той стороны за кустами и если вот мы находимся с вами здесь сейчас мы вот эту гору обойдем вот таким образом вот это вот мыс мы ее обойдем и вот здесь находится касса но что хочу сказать лично я никогда в кассы не обращался и у меня никогда проблем никаких не было кроме одного случая когда при украине здесь все-таки какие-то какие-то товарищи у меня требовали деньги а вот мы видим тоже что-то охота запрещено написано но это не это озеро насколько я вижу уж больно она слишком здоровенное мы опять же смотрим вот эти уазики о которых я вам рассказывал очень много этих уазиков так где мой автомобиль вижу его все в порядке но представьте насколько красиво вот это да вернее не представляю а смотрите как красиво это просто потрясающе то но это роскошь действительно роскошь природная роскошь но это замечательные какие-то места такие которых я в но больше нигде не видел собственно говоря особо я нигде и не был но вот у нас севастополе они есть это здорово для того чтобы нам попасть в фут-зону мангубкале нам необходимо пройти здесь ну можно конечно было и проехать но мы с вами просто пройдем и пройти придется метров сто всего лишь метров сто слева от нас будет озеро и на данный момент она то ли синие то ли голубое то ли вот светлая но очень красивое озеро и безусловно сколько собирают волонтеров собачки посмотреть сколько собирают непосредственно волонтеров на разные мероприятия и как было бы правильно собрать волонтеров для того чтобы они навели здесь порядок на этом озере хотя с другой стороны здесь поселок татар они здесь живут это их принципе зона для заработка но в принципе можно с ними как-то поговорить для того чтобы они осуществляли здесь какой-то какую-то уборку может быть даже им платить за это ну то есть как-то нужно сделать так чтобы все-таки люди следили за этой территории и развивали ее не только в ядовом смысле сейчас мы увидим почему я так говорю а еще и благоустройство облагораживание ребят это очень важно ну кто скажет что это не роскошь кто скажет хоть слово что это некрасиво кто скажет что это ну нереально это все реальный это в крыму друзья мои это блин а подождите может у меня очки до без очков смотрится по-другому смотрите да желтые очки ну здорово все равно хоть я порадовался ну что тут уже начинается реклама всяких мероприятий мест для отдыха для еды мы конечно заходить туда не будем заказывать мы тоже ничего не будем вот лошадка у нас пасется в кустиках кто уже увидел дело в том что сегодня все-таки какой же сегодня день у нас четверг а в четверг как вы понимаете не выходной день собственно говоря именно поэтому здесь людей не так много до лошадки ну и вот там вот за шкода непосредственно основное столбище ой стойбище лошадей вот обычно их а здесь я вижу две возможно одну взрослую особь уже куда-то уже куда-то там на прогулку отвезли а может просто пасется где-то вот как вот там на пригорке видите на чуть выше автомобилей ну и как обычно здесь сразу встречают много встречающих которые сразу ведут к себе в свои заведения на сегодня не тот день чтобы кого-то приглашать потому как мало людей мало отдыхающих сегодня да спасибо спасибо сразу причем не очень настоятельно предлагают не очень нагло но ты все все в при в рамках разумного приличия особо конечно мы туда не пойдем но я могу вам показать наверное внутренности этого заведения вот так вот это выглядит то есть в принципе все здесь выглядит вот посмотрите как даже здесь выдержана какая-то стилистика плитка так это плитка это какой-то камень ракушняк что ли сами сами резали вроде как-то так вот такие столики небольшие очень все приятно не будем мешать людям красота правда ну и таким же образом здесь сделаны и остальные а просто они чуть поменьше если мы посмотрим сюда то здесь но просто как замок шейха какой-то да то же самое ландшафтный дизайн какой-то и турецкий стиль в том числе здесь прочувствуется прочувствуется такое слово разве есть кстати если мы посмотрим вот туда наверх над зданиями то мы увидим как раз еще два пальца мангуб кали музычка ну и здесь конечно можно купить и травы и какие-то ручные поделки и вот какие-то может варенья там еще что-то в этом роде а давайте посмотрим может из вас тут а любят такие вещи здесь очень много посуды ну и посуда она не обязательно сделано своими руками возможно она где-то куплено на каких-то рынках для реализации но в любом случае это очень красивые такие вещи которые не стыдно держать у себя дома вот еще рублей стоит вот такой кувшин действительно здорово или вот для плова там или для чего можно использовать тяжелая крышка очень тяжелая красота вот такие тарелочки на стены тоже для красоты ну или пиалы там для супа или для плова и стоимость у них ну вот это стоит допустим тоже 800 рублей но я думаю если что можно сторговаться можно если что сторговаться как у вас можно ну вот можно поговорить и договориться если штаб а это что у вас варенье какое-то а вот какая-то интересно это меда аваре варенье похоже на визион даже как мед вот так ух красота красота где-то покупаете или сами делать что понял спасибо